Добрый день, уважаемые коллеги! Добро пожаловать на брифинг службы центральной коммуникации при президенте Казахстана. И у нас сегодня в гостях председатель комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан Алихан Асханович Смаилов, который расскажет об итогах социально-демографических и экономических показателей за 7 месяцев. Алихан Асханович, пожалуйста, вам слово. Алихан Асханович, пожалуйста. 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 Алихан Ашанович, пожалуйста. Продолжение следует... Прежде всего, о демографической ситуации. По итогам за январь и июнь численность населения страны на 1 июля текущего года составила по стране 17 млн 284 тыс. человек, в том числе городского населения 55,1%, сельского 44,9%. За период с начала года численность населения выросла на 124 тыс. человек или на 0,7%. А за последние 12 месяцев, то есть по состоянию на 1 июля, по сравнению с 1 июля прошлого года, численность населения увеличилась на 256 тыс. человек или на 1,5%. Число родившихся за эти первые 6 месяцев составило 193 тыс. человек или на 2,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Число умерших составило 66 тыс. человек или на 5% меньше, чем в прошлом году. Число умерших детей в возрасте до 1 года составило 2068 детей и уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 7,2%. Число зарегистрированных прибывших в страну на постоянное место жительства составило за январь и июнь 8454 человека, выбывших 10793 человека, с ральдо миграции минус 2339 человек. Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ. Обращает на себя внимание рост миграции внутри страны на 31% или на 40 тыс. человек. Число внутренних мигрантов составило за 6 месяцев 170 тыс. человек. Положительные сальдо миграции наблюдается в городах Астана, Алматы, Мангустаусска, Атараусска и Актюбинской областях. Продолжение следует... 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 то в этом году ожидается уже всего лишь 0,5-0,6% роста ВВП. В этой связи, естественно, это не может не сказаться на Казахстане, поскольку у нас очень тесные экономические связи. В частности, снижение роста ВВП вызывает снижение спроса на нашу казахстанскую экспортную продукцию, о чем я чуть выше сказал, что у нас экспорт сократился несколько. Это, соответственно, ведет к снижению производства в промышленном секторе. Например, у нас сократился экспорт по металлургической продукции, железной руды, оксида алюминия, необработанного алюминия, плоского проката из железа, хромовой руды концентратов урана и угля в Россию именно. Поэтому, раз там снижается спрос, соответственно, у нас снижается несколько производства. Кроме того, в этом году у нас наблюдается уменьшение в цветной металлургии. Это связано с тем, что Казахмыс остановил на ремонт жезкозганский медиплавильный комбинат. Это касательно металлургии. В добыче нефти у нас на тенге Шевролы и СНПС Ахтюби Монайгаз пока наблюдается некоторое отставание от прошлогодних объемов. Но до конца года эти объемы должны быть наверстаны. Ну и по итогам 7 месяцев мы видим по прогнозной оценке рост ВВП на 4%. Но в целом этот рост достаточно неплохой. И я думаю, до конца года он должен, я имею в виду, темп ВВП должен увеличиться несколько. С учетом темпов в строительстве, с учетом урожая в сельском хозяйстве. Ну кроме того, у нас инфляция пока находится в заданном коридоре. Поэтому в целом у нас ситуация сохраняется стабильной. И по ВВП мы думаем, что цифры будут выше. Спасибо. Пожалуйста, представьтесь. Лейла Басарова, газета «Время». Вот уточняющий вопрос. Вы сказали, что 124,780 средняя зарплата – это по стране, как я понимаю, да? А теперь скажите, пожалуйста, по регионам. В каком регионе самая низкая зарплата и каков ее уровень? И в каком регионе самая высокая зарплата и уровень? Потом второй вопрос. После реорганизации правительства, скажите, пожалуйста, как изменилась структура вашего агентства? Сколько человек сократили? Ведь президент поручал оптимизировать штат. То есть сколько ушло у вас? И третий вопрос. После корректировки курса тенге цены, как известно, подскочили. Но везде разные ходили сведения, насколько они выросли. Все-таки насколько они выросли, эти цены? И после того, как наказали спекулянтов, снизились ли цены? Если да, то насколько? До прежнего уровня или там на какой-то определенный процент? Спасибо за вопрос. Если позвольте, я начну с последнего вопроса касательно цен. В целом у нас инфляция за 7 месяцев текущего года состояла от 4,9%. И больше всего был зафиксирован рост за эти последние 7 месяцев на такие овощи, как лук репчатый на 72%, морковь на 65%, картофель на 45%, сахар, песок у нас подорожал на 22%, свекла на 21% и так далее. Среди непродовольственных товаров цены выросли на автомобили, например, на 13,5%, моющие, чистящие средства на 8,5%, бытовые приборы на 8%. Вместе с тем наблюдалось снижение цен на огурцы на 60%, последние с декабрем прошлого года, то есть за 7 месяцев, на помидоры на 31%, на яйца на 21%, на гречку на 4%, на говядину на 1%. И в целом у нас получается, что инфляция составила 4,9%, и я думаю, что инфляция должна сохраниться до конца года в том заданном коридоре, который планирует правительство. Что касается реорганизации, да, у нас сейчас проходит реорганизация, в частности, наше агентство было реорганизовано в комитет по статистике Министерства национальной экономики, и мы сокращаем наш штат. В настоящее время мы подали предложение о сокращении на 6% нашего штата, в первую очередь за счет вспомогательных служб, но еще это не последнее слово. Сейчас эта работа продолжается в рамках Министерства национальной экономики, и я думаю, что в ближайшие дни мы уже определимся с лимитом штатной численности, и уже эта информация дополнительно будет до вас доведена. То есть эту работу мы делаем. Теперь, что касается заработной платы, то это начисленная заработная плата в целом по экономике. У меня есть данные, значит, в разрезе отраслей экономики. И вот сейчас, дайте мне найти. Вы спрашивали про регионы. Так, вот я нашел. 124 780 тенге, или на 13,5% больше к июню прошлого года, а в реальном выражении на 6%. Теперь, если по регионам называть эту цифру, то, значит, в городе, например, Астана, эта цифра 182 тысячи, в Алмате 156 тысяч, 158 тысяч тенге. Также высокими заработные платы складываются в Мангостаусской области 222 тысячи, в Атараусской области 221 тысяча. Это среднемесячно начисленная заработная плата. Ну, учитывая, что там в основном добывающие предприятия, то это неудивительно, что такие высокие цифры. А что касается низких, значит, заработных плат, то складывается, в первую очередь, вот, в Североказахстанской области 85 тысяч тенге, так, Кустанайская 92 тысячи тенге, в Алматинской 94 тысячи тенге, в Жамбылской области 85 тысяч тенге. То есть, в тех регионах, где преобладает, получается, сельскохозяйственное производство, там уровень заработной платы заметно ниже, чем в среднем по стране. А вот Вы сказали, предлагается сократить штат примерно на 6%, это в численном выражении сколько человек примерно? Это порядка 20 человек, по центральному аппарату только. И все-таки я немножко не поняла по ценам, все-таки вот меня интересует девальвация, корректировка курса тенге, она дала какой вот рост цен, на сколько подскочили в целом цены? А я же Вам называю, у нас, получается, в целом цены подскочили, или, можно сказать, поднялись, да, с начала текущего года на 4,9% это в целом по корзине. А в корзину, Вы знаете, у нас входят как продовольственные товары, так и непродовольственные товары, так и платные услуги. Но на некоторые товары, да, вот потребительские товары, в частности, в первую очередь на продовольственные товары и в первую очередь на фрукты и овощи, у нас рост цен был выше, чем на другие товары и услуги. А по некоторым товарам, наоборот, было снижение цен, например, я вот назвал Вам ряд, да, и получается, что среднеизвешенная величина у нас в целом по всем потребительским товарам, которые входят в корзину, 4,9% на июль месяц текущего года. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Нурлубик Дослай, БАККЕЗИТ АХПАРАЛЫКТЫК АГЕНТТИКИНЕНН. Біздин бюлгимыз келгене 2000... Казыргедей, мысалы, сіздер, халқтық, халқызевден жүргізгенгізде, алын ала бол жалындық бір көрсес күшер жасайстармын, мысалы, 2020-лға дейін. Казыргедей сандык деректердаладын бызық. Казақстан халқының саны қанша миллионды құрауы мүмкін? Ну, айтылғандай, жалпы біздің халқы санымыз кәзір 17 миллион 284 миллион адамды құрау отыр. Және орташа айтқанды, әр 5 жыл сайын 1 миллионға көбей отырады. 18 миллионға біз ойлаймыз 2017 жылдың соңына дейін халқы саным жететті болаймыз. 18 миллионға. Сосын келесі 19 миллионға 2023 жылы, яғни 5 жылдан кейін жетеміздеген жоспардамыз. Ал 20 миллионға дайқаласа 2028 жылдың соңына дейін жетеміздеген жоспардамыз. Ол жаңағы туу денге көшіқон динамикасы осы сонғы жылдарығдай қалатын болса. Ал қазір біз білеміз, қазір оралмандардың бағдарламасы қазір қайттан квоты бөлінеттеген жоспарлар бар. Сонттан оралмандардың есебінің қалқсаны көбе тағда көбетін бұлса, онда жаңағы 18-19-20 миллионға ертерек жетеміз бәдеген ойымыз бар. Здравствуйте, вечерний Астана Шопан Рахимова. Скажите, пожалуйста, какова доля теневой экономики в Казахстане по итогам прошлого года? Спасибо за вопрос. В целом у нас по итогам прошлого года ВВП составил более 35 триллионов тенге, и доля ненаблюдаемой экономики в соответствии с международной методологией у нас составила 28,6% ВВП. 28,6% ВВП. Мы эти расчеты еще раз в текущем году с участием экспертов по линии Всемирного банка, который у нас работает в рамках проекта Казстат по совершенственной статистике, мы уточнили все наши методологии, методики. В частности, мы одним из первых среди стран СНГ внедрили в расчеты ВВП расчеты на производство незаконных видов деятельности. В частности, это производство распространения наркотиков, проституция, нелегальное производство алкогольной продукции, контрабанда, браконьерство, контрафактная продукция. Если говорить по цифрам, то по незаконным видам деятельности, о которых я выше сказал, у нас доля ВВП составила 2,4% или порядка 858 миллиардов тенге. По неформальной экономике, это производство товаров в домашних хозяйствах, то есть населения, доля ВВП составила 15,3% или 5,4 триллиона тенге. По теневой экономике, по экономическим причинам, то есть это когда предприятие искажает отчетность, занижает данные, составляет 3,4 триллиона тенге или 9,5% ВВП. И по теневой экономике, по статистическим причинам, это когда просто предприятие не наблюдается по причине того, что мы их найти не можем, или они просто не представляют отчеты, по ним доля состояла 1,4% или 0,5 триллиона тенге. В общей сумме получается у нас 28,6% ВВП или чуть больше 10 триллионов тенге. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...